Художнику нужно вдохновение. В создании своего арт-объекта Владимир решил коснуться темы сурового характера жителей Каннска. Именно это больше всего на него произвело впечатление в нашем городе. Надпись, которую он нанес на стене молодежного центра, сделана шрифтом для слабовидящих. Незрячими горожане в своей спешке, по мнению автора, оказываются именно к нежности. Недаром надпись можно прочитать, только прикоснувшись к ней. Ровно то же самое вместо слов, порой необходимое нашим близким, о чем и напоминает данная работа. Я думаю, этот объект касается каждого из нас, потому что у каждого человека есть соски. Значит, он уже о каждом. И в то же время каждый человек нуждается в нежности, особенно в суровые Каннсы. Вот это все об этом, это надпись, сделанная шрифтом Брайля, и это в свою нежность. Суровость Каннсов, по всей видимости, сильно повлияла на художника, и свою следующую работу он назвал «Хоть на стену лезь». Собственно, именно эту надпись он и нанес на задней части здания «Восход». К слову, данной работой автор оказался доволен больше, чем первой. Сама надпись находится под лестницей, добраться до которой без каких-либо приспособлений просто невозможно. Выражение здесь оказалось к месту. Мнение некоторых жителей относительно данной работы совпадает с тем смыслом, который Владимир Абих в нее заложил. Глядя на работу, прохожие сразу понимают, почему именно это выражение автор выбрал. Из-за чего, что у нас кругом бардак в городе. Хоть на стену лезь, но ничего не меняется. Вот и все, все предположения. По словам художника, арт-объект актуален для всех провинциальных городов. Своей работой он хочет призвать жителей Каннска к большей активности. Ведь от их отношения зависит то, что из себя представляет город. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал.